всем доброго дня сегодня опять у маруси я сегодня буду готовить грибной суп и вас приглашаю на моё приготовление посмотреть как я готовлю грибной суп суп грибной с лапшой грибочка меня сухие свои смысле не свои лесные это белый грибы тут белые подосиновики если передавал бы как говорится информацию еще не только вида запах вы просто бы очумели там такой запах грибок это просто рай поле грибы считаются не настолько там каким-то супер продуктов полезным там они не приносят никакого там как говорится пользы у них единственное что небольшое количество белка там после но это считается как приправа суп что мы готовим там с лапшичкой там кто-то с крупой грибной его суп варит а это как приправа это есть самая настоящая приправа для супа и она дает запах грибов аромат такой грибовница прежде чем начать готовить грибочки или супчик я сейчас грибочки переложу в отдельную емкость много не надо потому что вообще для грибов нет много грибов это немножко ниже еще плюс сухие они разбухнут станут более крупными сейчас их нужно обдать кипяточком первоначально нужно обдать кипятком и желательно этот кипяточек сейчас слить вот это первая вода и после залить еще раз кипяточком все кипяточком мы залили пусть они у нас сейчас настаивается долго не нужно быстро они быстро готовятся грибы сейчас мы что сделаем включим воду нам нужно чтобы она закипела картошечку будем варить в кипяченой воде и нарежем нашу картошечку для супчиков варить я буду мультиварки потому что это мой любимая техника для дома у меня хоть и ставлю 2 часа 24 минут это не важно потому что варить я буду по мере приготовления и потом отключу температуру оставляю 99 градусов потому что этого достаточно чтобы закипела вода пусть водичка наша как говорится закипает а мы будем нарезать картошку сейчас нарежем картошечку картошечку и уже заранее начистила каждый режет так как хочет я нарезаю обычно всегда в суп кубиками я так люблю у меня вообще любит знаете как нарезать наберет картошку и делит ее напополам и варит половинками это обычно делать тогда когда варит борщ или щи люди пожилые мужа хочется более такой легкий супчик пюре и после на эту картошку когда она сварится слегка так придавливает этой толкушкой картофеля и все что-то кусочками получается что-то немножко как пюрешка и вы знаете такой получается вкусный суп я люблю у мамы вывезти сама такой не готова потому что муж у меня не выдержит такого супа он не любит эти пюрешки наши там все-таки что-то плавало поэтому каждый нарезает картошку так а хочет кубиками привыкла к кубиками мне так проще вообще грибовница такой суп легкий самое интересное что его можно в пост готовить ну если правильно конечно делать для него зажарочку вот я люблю зажарку делать для грибного супа на сливочном масле он настолько вкусный получается ну конечно в пост можно на растительном масле сделать все таки это же не мясо на сливочном масле получается более так это посытнее варят его кто с крупой кто с лапшой вообще кому как нравится я даже видела а еще очень вкусно варить с капустой как это там щи вот щи варите а в постные щи и туда грибы добавлять очень даже вкусно но это уже конечно получается щи грибовница это уже не грибовница кто-то варит грибовницу вообще без добавления всяких там лапши и круп и так далее чисто грибы картошка лук и тоже очень вкусно получается то есть у каждого своя грибовница кто-то вообще не любит грибы но есть такие люди но мы любим мы любим потому что мы люди северные и вообще думаю если грибы природа создала и съедобные значит это нужно есть хотя я мой папа всегда говорит так почему волки грибы не едят я не знаю зачем он так говорит почему волки грибы не едят картошка наша готова пусть стоит грибочки наши как говорится запаривается мой такой запах идет прямо сейчас мы нарежем пучок морковочку для зажарочки сделаем зажарочку на маслице сливочном но будем делать тогда когда уже почти будет готов суп потому что зажарочка должна быть прям знаете вот когда со сковородочки сливаете она еще еще шипит маслица вот в этот момент сливать супчику тогда на вкусно получается у него как-то аромат сохраняется я поэтому хоть овощи сейчас и подготовлю но сделаем чуть-чуть попозже я прям чувствую как это вкусно потому что я люблю грибовницу хотя считается что грибы абсолютно бесполезная пища единственное что говорят о белых грибах что белые грибы дают как-то какую-то пользу ну не знаю может и дают я вообще из грибов люблю белые опята вообще все грибы люблю все но не люблю конечно сыроежки не люблю вот эти вот какие-то странные грибы люди едят немножко это конечно не наше мы люди северные мы любим более это и вообще далекого севера даже белые грибы не растут но зато богатый урожай на подосиновики везде свои грибы сейчас еще морковочку морковочку я нарежу наверно соломочкой хотя нет ее крупной не надо нее сейчас кубиками нарежу она так лучше не люблю когда слишком такой зажиженный суп получается в чем так быстро готовится живет грибной суп может долго варить не надо готовится примерно как любой там простой суп лапша крупиной любой суп абсолютно быстро и морковочку думаю морковочки нам хватит потому что я не люблю слишком много чтобы ярко было пусть вот так вот все овощи наши нарезаны грибочки запарены картошечка готова ждем закипания воды водичка наша закипает сейчас мы запускаем туда картошечку и варим ее до полу готовности потому что там еще у нас будет запускаться грибы их тоже нужно будет немножко проварить поэтому до полу готовности варим грибы еще сразу не запускаю это не нужно их лучше чуть чуть попозже все пусть готовится наша картошечка а мы продолжим все картошка наша закипела уже почти полу готовая сейчас мы наши грибочки с нашим бульончиком грибным сюда переливаем и еще даем маленько покипеть она должна покипеть чтоб сварились грибочки насытились ароматиком он и так уже существует посолим мы чуть чуть попозже маленько погодя сейчас я солить не буду почему потому что чтоб немножко соли на удерживает лаку а если сейчас посолить грибы очень сильно сырыми с но таким мягкими станут попозже маленько посолим пусть немножко покипеть буквально пару минут сейчас мы добавим маслица на сковородочку разогреем и будем зажарочку делать маслица у меня топленое пусть разогревается все маслица наша зашипела что хорошо масло сливочное но не сильно не горит поэтому он такой легкий румянец даст наши поджарочки сначала лучок маленько обжарим чтоб у него румянец такой появился вот наши грибочки уже на хорошенечко так подкипает сейчас мы посолим и вот сейчас уже их можно посолить уже не еще не немножечко по типе немножко покипеть слегка все наш супчик уже почти готов то есть что мы сейчас делаем опускаем туда вермишельку вермишельки немножко берем потому что это не суп вермишелевый это лишь чисто добавочка к нашему грибному супчику уже почти конец готовки поэтому мы запускаем под конец вермишелька сама в горячей воде зайдет сейчас мы сюда опустим наш нашу зажарку она шипит хорошо так это очень правильно мне будет правильный запах масла никаких пряностей сюда не добавляю кто-то любит ловушечку добавить кто-то любит укропчик добавить я ничего не добавляю потому что сами грибы являются именно тем ароматом который он тут и должен быть со сметанки потом мы будем их есть сейчас даем немножко потомиться буквально чуть-чуть я поставлю на 90 градусов немножко потомиться и отключаем потому что лапшичка сама дойдет уже в горячей воде настоится и будем кушать все наш грибной супчик готов аромат аромат просто необъяснимый сейчас я сюда добавлю майонезику можно сметаночку кому понравится и мы его будем кушать какой он ароматный сейчас я даже попробую готовится быстро ой как вкусно такой ароматный такой вкусный суп замечательный просто замечательный всем спасибо за просмотр я буду супчик кушать ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь обязательно приготовьте своим любимым родным супчик грибной тем более это такая вещь ароматная вкусная объедение просто объедение тем более готовить то не сложно всем пока я кушать буду спасибо за просмотр я буду спасибо за просмотр я буду хорошо за просмотр я буду